В 2023 году Абхазия будет отмечать 30-летие Дня Победы и Независимости и 15-летие Дня Международного Признания Независимости Абхазии. Государственная комиссия по подготовке плана мероприятий по празднованию знаменательных дат создана распоряжением президента Аслана Бжанья. На заседании члены комиссии выступили со своими предложениями и идеями плана мероприятий. Министерство культуры выделило 10 основных направлений, среди которых театрализованное представление, которое пройдет 30 сентября, и мероприятие под названием «Песни, рожденные войной», приуроченное ко Дню Добровольца с участием артистов абхазской эстрады и артистов из Северного Кавказа. Кроме того, Минкульт планирует провести фотовыставку «Герои не умирают, помним». Министр культуры Даур Кови также предлагает снять короткометражный фильм об отечественной войне народа Абхазии. Кроме того, в память о погибших в матовском наступлении Минкульт планирует провести концерт реквием. Еще одно мероприятие, которое предлагается, это провести выставку работ художника в Абхазии. Также это мы видим в виде конкурса среди художников в Абхазии и тематика, посвященная победе. Важным мероприятием считаем проведение вечера памяти Владислава Григорьевича Арзенба. Немало мероприятий к празднованию 30-летия Дня Победы и независимости готовит администрация столицы. Мэр Сухума Беслан Эшба сообщил, что планируется провести ремонтно-восстановительные работы на Красном мосту. Запланировано благоустройство набережной и фуникулера. Я бы хотел еще предложение внести. Я знаю, что многие наши и общественные организации, и депутаты парламента, много разговоров вокруг, но пока этот вопрос не двигается. Очень символично и значимо было бы к дате 30 сентября, чтобы был у нас принят закон о статусе ветерана. Это будет самый большой подарок для наших ветеранов войны народа Абхазии. Поэтому, если нужно подключиться, если нужна какая-то помощь с нашей стороны, я уверен, что мы там сможем внести тоже со своей стороны определенную работу. Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба предложила учредить орден Абснаан. Также она считает необходимым увеличить пенсии и пособия семьям погибших в отечественной войне народа Абхазии и снять документальный фильм о войне. Генеральный директор АГТРК Ирина Агарба высказалась за необходимость систематизации военного архива Абхазского телевидения. Архив богатый, слава богу, есть. С чем можно работать? Но этот архив надо систематизировать. Из этого архива создавать уже новые работы. Потому что то, что мы называем фильмами, Руслан не даст мне соврать, вот собрали много-много-много синхронов и какой-то текст закадровый и так далее. У нас это называется фильмом. Это не фильм. Документальный фильм хороший, к великому сожалению, о войне у нас нет. Но я против того, чтобы документальный фильм о нашей войне делали не наши журналисты, не наши историки, а за пределами Абхазии. Потому что я смотрела все, что есть. То, что делали российские журналисты, они неплохие. Но мы должны изнутри, из себя все-таки выдавить нечто такое большое, качественное. В архиве Абхазского телевидения есть материал Айба Щеранцоз, где гражданское население, очевидцы, оказавшиеся в оккупации, рассказывают о том, что пережили во время войны. Ирина Агроба отмечает, что материал очень важный и его нужно перевести на иностранные языки, чтобы правду о войне в Абхазии узнали далеко за пределами страны. А вот там говорили люди, они говорили все, как было. Этот материал теперь уже абсолютно бесценный. Потому что этих людей, которых мы тогда записали, их уже нет. И кто за них это расскажет? И у меня физически времени не было за все эти годы, чтобы вернуться, сесть и начать все это переводить. Мне кажется, что вот сейчас, если мы в этом году не сделаем, привязав это вот к этим событиям, мы не сделаем. И мы будем решать, будем переводить на русский или будем переводить на английский. Либо переведем на русский, но субтитры будут на английском, если такая программа, ну, программу ребята наши смогут, значит, с такой программой помочь. Потому что нам нужно, чтобы и российский зритель, он кажется, что в России все знают. Нет. Сейчас, когда вот интернет такие возможности создает, нам это очень нужно. Вот это должно зазвучать. И это кажется, что очень важный материал для обоснования всей нашей борьбы. И всех наших, скажем так, усилий для международного признания. Ирина Агарба также рассказала о сложном материально-техническом состоянии Государственного канала. Особое внимание обратила на состояние спецтехники и студии. Та техника, которая нам необходима для работы, именно в контексте вот этих мероприятий и празднования, да, очень хотелось бы выразить же просьбу нашего коллектива нас поддержать. У нас другого выхода нет. Вот ПТС, вот наша студия передвижная, да, она снимает все вот концерты, которые есть. Это единственная вот техника серьезная, которая у нас есть, да. Недавно, во время съемок в филармонии, эта техника вышла из строя. Ребята с трудом починили дальше и пошли ровно. И в нашей студии вот такой пульт нам необходим. Эту технику мы должны приобрести. Председатель Союза журналистов Руслан Хашик считает необходимым определить статус журналистов, операторов, режиссеров и техников Абхазского телевидения, работавших во время войны. Он также считает необходимым провести оцифровку и систематизацию военного архива Абхазского телевидения. Нам надо подумать, из каких средств, с какими возможностями, которые располагает Абхазское телевидение, что еще нужно им придать, чтобы вопрос архива в рамках 30-летия постараться решить. Это вопрос, один из самых главных вопросов. Мы можем в один прекрасный день оказаться в такой ситуации, что у нас вообще не будет ничего. Резервные копии должны быть. Это система хранения сервера без копии, без нахождения его в других местах, в целях его безопасности. Не дай бог чего-то. То есть вот эти вопросы очень глобальные для нашего государства. По мнению представителя ветеранской партии Амцахара, к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости необходимо принять закон о ветеранах. Они предлагают снизить пенсионный возраст ветеранов на 5 лет, установить выплаты по боевым наградам и 50% льготы на оплату коммунальных услуг. Депутат парламента Леонид Лакербая поддержал инициативу принятия закона. Нам этот закон, абсолютное согласие, надо будет принимать. Это даже разговора нет. На что я хотел бы обратить внимание. Шире надо молодежь подключить. Может быть будет какая-то идея, несвойственная никакому из этих юбилейных мероприятий, потому что можно говорить о бессмертном полку применительно к нам. Он реален совершенно к 30-летию Победы. Это так, но это уже чужая инициатива. Но не наша, по крайней мере, хотя я ее не отвергаю ни в коем случае. Может быть наша молодежь придумает какой-то, я не знаю, если хотите даже флешмоб такой, который будет знаковый, значимый, понятный, на им понятном языке. Это, на мой взгляд, очень важно. И я еще одно хочу сказать, я уже устал это говорить, наверное, но давайте мы в конце концов в год 30-летия определимся с памятником добровольцам. Это мое личное мнение. У нас должно быть два памятника. Один матери абхазской в обязательном порядке. Потому что то, что выдержали наши родители, вот ребята этих, это далеко не каждый мог выдержать. А второе, то, что касается памятника добровольцам. Все предложения членов комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости и 15-летия Дня Международного признания независимости Абхазии будут рассмотрены в ближайшее время, после чего и будет утвержден окончательный план. Алика Трапшко, Константин Поругло, Абхазское телевидение.